Дождь Автор рассказа Алексей Карачёв Сегодня я проспал будильник. Или просто забыл завести его с вечера. Иногда со мной такое случается. В комнате было темно. Я встал с дивана, подошел к окну и отдернул шторы. На улице сплошной стеной шел дождь. Он был такой силы, что расположенные напротив пятиэтажки превратились в едва различимые серые пятна. Внизу густым ковром лежал туман, скрывая под собой тротуар, дорогу и даже автобусную остановку. Ни спешащих пешеходов, ни машин. Словно сегодня воскресенье, когда наш город с утра просто вымирал. И тишина вокруг. Только слышно, как льется дождь. Фонарей уже не горели, а значит время перевалило за шесть часов. Если потороплюсь, то еще не сильно опоздаю на работу. Мастер будет ругаться. Но опоздание не поставит. Доброй души человек. Я вернулся к дивану. Взял с тумбочки часы. Так и есть. Действительно забыл завести. Стрелки остановились на без десяти пять. Я покрутил заводной барашек. Ничего. Он свободно вращался. Видимо, лопнула пружина. Придется нести в ремонт. Ну ничего. Сейчас включу радио. Узнаю, который час. На кухне на старом холодильнике, доставшемся еще от деда с бабушкой, стоял проводной радиоприемник. Нажав на кнопку первой программы, в ответ услышал лишь тишину. Вторая программа тоже не работала, а третья у нас никогда и не вещала. Весело. Телевизором или телефоном я так и не обзавелся. Голубой экран мне заменяли газеты. Киоск Союзпечати располагался как раз по пути на работу, где я и покупал свежую прессу. А журналы выписывал. В шкафу уже собралась приличная стопка. Телефон же установить просто так не получится. Все линии распределили по квартирам еще на этапе строительства, 15 лет назад. По две на подъезд. Больше на станции не давали. И за эти годы ничего не поменялось. Вот и приходится иногда бегать к соседям на поклон, просить позвонить. Мне-то редко телефон, когда нужен. А некоторым без него никуда. У нас стариков много. На автомате открываю дверцу холодильника. Посмотреть, не появилось ли там чего нового за ночь. Дурацкая привычка. Ведь знаю, что, сколько и когда покупал, и сколько съел. И все равно, каждый раз, заходя на кухню, заглядываю проверить. Лампочка не горела. Да что за невезуха сегодня такая. Опять новую покупать? Так и компрессор не тарахтит. Холодильник тоже сломался? Это уже на грани. Хотя, постойте. Я подошел к выключателю и щелкнул клавишей. Света нет. Наверное, опять предохранитель вышибло. Поэтому и радио тоже не работает. Надо было брать обычное. На одну программу меньше, зато не зависит от электричества. Я пошел в коридор, где у меня под потолком у двери располагался электросчетчик. Не могли повесить его пониже. Или на площадке, например, разместить. Опять надо громоздить конструкцию из табуретки и стула, чтобы проверить предохранители. Из фонариков у меня был только жук с маленькой динамомашинкой внутри. Поэтому сразу захватил из кухни свечку. Зажег ее и поставил на стоявший в коридоре трильяж. Повернул правое зеркало, чтобы лучше освещать место около двери. Все вокруг заполнилось таинственным мерцающим теплым светом. Прямо как в детстве, когда вот так же внезапно выключали электричество, родители зажигали свечку, проверяли пробки, а потом шли к соседям спрашивать, нет ли у них света. А соседи тоже со свечкой и тоже ходят и спрашивают. Взгромоздившись на неустойчивую конструкцию, выкрутил пробку, достал предохранитель. Так и есть, перегорел. А нового у меня нет. Ставить жучок или достать на работе новый? Я-то переживу до вечера. А вот продуктов в холодильнике нет, и на балкон их не выставишь, ни зима. И хотя я не сторонник таких решений, но забрав свечку, вернулся в комнату и порылся в ящики стола в поисках проволоки. Лежавшими там же бокорезами отрезал кусок нужного размера и примотал его к предохранителю. Сойдет. До вечера всяко дотянет. Вернулся в коридор, поставил обратно свечку и полез вкручивать пробку с отремонтированным предохранителем обратно. Очнулся я на полу. Болел затылок и локоть. Соднили пальцы на правой руке. Свеча погасла. От нее остался совсем крохотный агарок. Это сколько же я вот так пролежал? Табуретка и стул валялись рядом. Стало ясно, что меня дернуло током, я свалился с шаткой конструкции и, ударившись головой, потерял сознание. Вокруг все так же темно, а значит дождь не прекратился. Нужно идти вниз к соседям, вызвать врача. На работу сегодня идти явно не придется. И тут послышались голоса. Невнятные, далекие. Они доносились не из-за входной двери и не с улицы, а откуда-то сверху. Поднявшись с пола, я взглянул в зеркало, но не увидел себя. Увидел свою комнату, свой стол, на нем та же старая лампа, но вся обстановка была другой. На моем диване в темноте сидели люди и смотрели на стену, где висела огромная плоская панель, по которой шел фильм без кинопроектора. Что за чертовщина? Я закричал, но меня никто не услышал. Тогда я силой ударил по зеркалу, оно треснуло, но все так же продолжало показывать эту странную сюрреалистическую картину. Вдруг с дивана соскочила маленькая девочка, подошла и встала напротив меня. «Ты меня видишь?» – спросил я. Девочка кивнула в ответ. «Как тебя зовут?» «Юля», – ответила малышка. «Юля, позови, пожалуйста, папу, я хочу с ним поговорить». Девочка развернулась и побежала обратно к родителям, но с дивана встала только молодая женщина, включила в комнате свет и охнула. «Юля, зачем ты разбила его? Теперь придется выкинуть. Нельзя смотреться в треснувшие зеркала. И сколько раз тебе говорить, что за ним не живет дядя Сережа? Он умер тридцать лет назад». Женщина выключила свет, села обратно на диван, обняла дочь и стала дальше смотреть кино. «Сегодня я проспал будильник. Или просто забыл завести его с вечера. Иногда со мной такое случается. В комнате было темно. Я встал с дивана, подошел к окну и отдернул шторы. На улице сплошной стеной шел дождь». Продолжение следует... Продолжение следует...